5 дней до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Начать наш разговор я хотел бы с ваших мыслей по очень важному, вот такому глобальному ощущению происходящего. Что интересует меня конкретно? Кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах Америки, в любом случае отношение к украинской войне будет пересмотрено. Вот в любом случае. Но определенный дух последних дней, ну вот сейчас, например, приходят новости о том, что Курахова как бы забирают вооруженные силы Российской Федерации, обстрелы даже, как свидетельствуют определенные паблики, даже в Генштаб Украины обломки шахеда прилетели. В общем, есть шлейф Украины, которая проигрывает. И вот сейчас, кому бы не достался овальный кабинет, там Белый дом, он должен будет, или он, или она должны будут иметь дело с войной, в которой ты проигрываешь. И вот как поведет себя тот или иной президент, вот это главный вопрос. И что может предпринять Украина в эти дни обратного отчета? Что думаете? Если вы под словом Украины имеете в виду банковые, там на самом деле список возможностей не очень длинный, можно сказать буквально пару-тройку пунктов. Собрать манатки на лучшую яхту, лучший самолет, лучшая там вилла, имение и в других отдаленных краях, где, скажем так, последствия не смогут кусаться их за задницы, по крайней мере, они так считают и не на это надеются. Что может сделать чисто в субъектном плане, Владимир Александрович? Ну, для смягчения вот этой неизбежности, которую вы так подробно описали, он может согласиться и даже может приступить к организации некоторых выборов весной 2025 года для того, чтобы было кому подписывать те документы, которые нужно подписать. Неважно, нравится, не нравится, одобрение, популярность, законуидность, недозаконуидность, справедливость, недосправедливость, это вообще неважно. Понимаете? Вы достаточно точно описали, что кто бы ни пришёл к правам хозяйства в овальном кабинете Белого дома, тот объём американской так называемой помощи больше не видать. Можно видать некоторые небольшие объёмы по несколько сот или пару-тройку сот баксов, вот так, периодически, а может быть только в виде обещаний, причём можно их увидеть не в виде баксов, в виде кредитов, причём они могут и не покинуть счета, потому что они сразу задерживаются и обслуживают старые, уже накопленные долги и так далее и тому подобное. Формально Украина будет обязана выплачивать и эти в плюс, которые даже не увидела. Я, знаете, именно поэтому как-то немножко мне производит нехорошее, вернее, симптоматическое впечатление факт того, что абсолютно все паблики, что в многострадальной Украине, что в других местах, ну, в первую очередь в Украине, никто не спрашивает про мнение Ереск, никто не спрашивает про каких-то финансовых интимностей, которые имеют уже очень серьёзное значение для жизни и смерти не только солдат в окопах, но и для жизни и смерти любого украинца, в конце концов. Что вы нам навешали, что вы подписали, что мы обязаны, что мы и должны, какие у нас долги, какая у нас ситуация вообще-то с дебетом, с кредитом, как оно бьётся. Расскажите, сообщите, покажите, прозрачности дайте, пожалуйста. Там молчат ещё несколько других подобных по весомости фигур, вернее, они, наверное, не молчат, их никто не спрашивает, их никто не оглашает, а там, где нужно, они, конечно, в закрытых кулуарах или в закрытых кабинетах, они очень даже громкое и весомое слово там говорят, либо сообщают, либо уведомляют. Ну, вот эти ключевые фигуры, дебет с кредитом, какие там дела. Вы правильно сказали, что дела идут, ну, не весело, и поскольку не только на ваших, но и на других каналах это уже в больших подробностях было описано, я даже это повторять в качестве аргументации не буду, но если кто-то из этого делает какие-то опрометчивые выводы, что вот Россия выигрывает, вот Россия сейчас захватит левобережную Украину, вполне вероятно, в обозримое будущее Россия захватит и, ну, всю Украину. То есть, каков максимальный вариант? Максимальный вариант это Россия захватывает абсолютно всю Украину. Ну, все это утеряно, не 20%, а 100%, без никаких 20. Это может занять месяцы, это может занять годы, это займет, теоретически, там, условное количество, и что изменится для жизни обычных украинцев, для 99,97% из населения. Мы не про этих трехсотых из населения, трехсотых процента из населения говорим, а про эти 99,97% из населения. А для этих 99,97% населения, чем раньше закончится война, любой ценой, в том числе, и вот этим абсолютно запрещенным словом для произношения, но практически, которое пульсирует красной лампочкой в голове людей, полной безусловной капитуляции, ужас, ужас, даже я это сказал, представляете, можете выразить потом, ну, что для него изменится? А изменится то, что его дом не разрушат, его сына, отца, брата не убьют, не ранят, не вернется калекой, и вернется того, что они будут общаться не обязательно мовою, но обязательно или в обиходе основная, скажем так, форма общения будет русскоязычной, и все, и все. Что другое изменится? А, изменится еще что-то, знаете что? И это очень важно, и это, наверное, самое важное, является ответом на ваш вопрос. Когда Америка сейчас сокращает эту свою помощь, она думает, она делает это из-за того, что она истощила свои военные возможности и запасы? Нет, отнюдь, она даже не начинала. А может быть, из-за этого, что она истощила свои финансовые ресурсы и запасы, так она их печатает, и без разницы, и причем печатает обязательно бумажным образом, просто зеленые цифры кинокомпьютерные экраны и просто клацает на клавиатуре. Какие проблемы? Значит, не это. Хорошо. А почему тогда Америка смещает свои фокусы и говорит больше заниматься? Она и так войско туда не отправляла, не была обязана отправлять. Ну, там дипломатией, там риторикой, краснословной болтовнёй, конечно, занимались, не хуже, чем мы с вами, а то и хлеще, можно сказать. А что там случилось? А я подозреваю, а если честно, уверен, что случилось следующее. За эти два с половиной года уже форма собственности в виде накопления долгов, долга, государства, облигаций, займов, ипотек, обеспечения не только чернозёма, а абсолютно все важные, главные, нужные активы Украины, что государственные, что корпоративные, что олигархические, постепенно стали перетекать в правильные руки. Если процесс формализации, оформления путём долгов, путём постоянно увеличивающихся долгов шёл параллельно с процессом сокращения боеспособного и буйного населения, которое могло бы сопротивляться вот этому процессу, то наступает какая-то точка пересечения равновесной, после которой им вообще-то уже без разницы эту территорию, там кто-то будет сражаться или нет, потому что остановить они Россию могут, но если не в любой момент и не совсем легко, ну могут, я думаю, что это им будет не тяжело, путём обещаний, переговоров, договоров, увещаний и так далее, они могут, они могут, просто им это не надо было. Почему им не надо было? Потому что параллельно с этим процессом, когда долги у страны увеличиваются, я почему говорю, где ей резко-то, где ей резко, чтобы она рассказала, нет, она ничего не может сказать, нет, или она ничего не хочет сказать, закрываем скобку, параллельно с этим процессом абсолютно параллельный процесс, таких теневых, но зато активных, и скажем так, с большой значимостью разговоров по поводу больших форм собственности, концессии и всего остального, шли на территории, ну, не побоюсь этого слова, белокаменной Москвы, можно даже сказать, даже Кремля, условно-безусловного, коллективно-персонального. То есть, если победа России, хоть на всей территории Украины, хоть на 20, хоть на 30, хоть на 50%, там лево берет, хоть, хоть, для них это не важно, если, если к этому моменту, уже не просто достигнуты, но и подписаны договоренности, что, а, формальная юрисдикция будет ваша, ребят, мы будем орать, кричать, и грозиться всеми там смертными, и божественными карами, потому что вы безобразничаете, нарушаете много чего, вы, вы, вы знаете, вы уже люди опытные, вы на это внимание, конечно, обращать будете только так, для, для красного словца, не более чем, но, концессии здесь, вот эти, наши компании, можно через прокладки из ваших компаний, вот эти недра, вот эти ресурсы наши, вот эти телекоммуникации наши, вот эти банки наши, можно через прокладки, прокладки не отменяются, для косметики, почему бы и нет, пусть дальше будут русскоязычные люди, то есть, или руссковыглядящие люди, чтобы мы не отправляли вам, ну, весь спектр наших разных цветов, наших разных представителей, которые, чтобы не раздражать местное население, а вдруг небось еще какое-то буйное появится, если концессии, и на лития, и на чернозема, и на сланцевого газа, и на территории, и на все вкусное, что есть в этой консерве, с их точки зрения, под названием Украина, европейская часть России, почему бы и не всей России, я, может быть, стоит вам напомнить, какая компания занималась исключительно десятилетиями разведеятельностью и эксплуатацией углеводородов на территории России, компания Халибартон, она не русская, она не путинская, она не кремлевская, она даже не лукоиловская, и даже, не побываясь этого слова, не роснефтовская, и не газпромовская, Халибартон, это специальные дикчейни, которые там являются руководителем, бывшие, там вице-президенты и прочие, так что, если они решат вопрос с формой собственности, которую они уже, скорее всего, уже финализируют, им без разницы, где будет линия соприкосновения, заморожения, очертания линии, это для них без разницы, для них важно то, что если мы это получили, дальше, ради этой внешней оболочки, которую мы преподносим, украинцам преподносим горку-пилюлю, которую немножко надо подсладить, что надо это принять, это просто так, это временно, это временно, ребята, потом мы вам поможем, и так далее, всю эту демагогию, конечно, будут разводить мегафонными путями, а российской стороне скажут, ну, ребята, мы же вам дали расширить вашу юрисдекцию, мы, да, будем кричать и орать, но мы на вас не будем там бомбить, лупить, бить, избивать, а вот это, вот это, вот это не только на территории Украины, мы на территории России, вроде бы настоящие, тоже наши, здесь подписываем, здесь соглашаемся, здесь пускаем, здесь разрешаем, здесь это уже идет к нам, возвращаемся ко второй половине 90-х годов 20-го века, де-факто, оболочка, Путин, суверенитет, мы здесь добились, расширили, собиратель земли русский, все красиво, шикарно, как хотите, для внутреннего применения, а де-факто, вот это наши, таким образом, Россия обескровлена, ну, как сказать, сказать, что она не обескровлена, ну, будет неправда, Украина обескровлена, кто там погиб, самые идейные, самые горячие, самые боеспособные, самые молодые, самые жизненные, самые фертильные, самые те, которые болели, погибли, погибли сначала в качестве добровольцев, потом в качестве мобилизантов, потом в качестве наборных, потом ТЦК решает все остальные вопросы, особенно четверг, когда заблокировали Запорожье, Одессу и Харьков, и ловили их, как дикие бродячие псы, по всему городу, все, что осталось. Так что, здесь вопрос с внутренним сопротивлением ТЦК является не просто методом сокращения населения украинского, ТЦК является финансовой помпой, потому что, я надеюсь, что ваши и наши зрители в курсе, 5000 баксов платят так называемые западные партнеры за каждую голову, за кусок мяса, которым нужно отправить. А помимо того, что они, западенцы платят за такое количество, то тот генерал, который управляет процессами ТЦК, там в Киеве, и фамилия хорошо известная, даже озвучивать не буду, но там врачи в Одессе, оказывается, получают 12 тысяч баксов, чтобы их отмазать, ну, по состоянию здорового. Из этих 12 тысяч баксов за каждого, сколько, думаете, идут к этому генералу? А этот генерал сколько там отстегивает, там, до самого верха? Причем, с самого верха имеется в виду не банковое, имеется в виду и вне территории Украины, там тоже откаты идут. Поэтому эта система торговли мясом, пока что мужским, потом будет и женским, потом может быть и детским, но там тоже парные органы, в конце концов-то, с их точки зрения. Почему бы и нет? Запчасти вообще-то ценнейшие, очень даже нужные, с очень хорошей генетикой причем. И, коли так, из 52-х миллионной Украины под конец 91-го года получаем что-то, где меньше 20 миллионов населения, с которым уже, конечно, легче не просто договориться, а не стоит ожидать какого-то сильного сопротивления, когда мы будем делать то, что мы хотим делать на этой бывшей их территории, формальной, формальной, может быть, даже формально русской территории. Мы будем делать все, что угодно. Поэтому, возвращаясь к основу вашего вопроса, я почему такой, вроде бы отдаленный ответ, на самом деле он прямой. Кто бы ни пришел в овальном кабинете, он будет выполнять именно эту повестку, потому что клуб триллионеров, у которого интересы уже там формализованы и защищены, тихо, это было сделано тихо, об этом мы не обсуждали, об этом люди не говорили, не кричали, обсуждались боеприпасы и деньги, сводка с фронта, экономика формы, дипломатия, весь этот шум и гам обсуждался. А вот как происходил процесс перетекания прав собственности над этими активами, особенно над активом, который не производится уже 4 миллиарда лет, то бишь земля, никто ее не производит больше, с тех пор, как она создана. Можно спорить, когда она была создана, кем была она создана, но никто больше ее не производит. Поэтому, если этот актив уже переходил и перешел, достаточно критическое количество правильных руках клуба триллионеров, которые руководят, кто и кем будет президентом США в том числе, какие вопросы? Какие вопросы, кто будет там? Камала Деви Харрис будет смеяться больше. Если от этого будет кому-то приятнее, веселее территорию Украины, ну хорошо. Дональд Джей Трамп будет, ну, будет Дональд Джей Трампом, мы уже видели его в этой ипостасе 4 года, я думаю, что он будет здесь чуть более ручным, чуть более нездоровым. И это нездоровье Хварани будет оправданием для того, что в прошлый раз он вроде бы был более бойцовский и вроде бы обещал за 24 часа и вроде бы много чего другого грозился, но по сути удивительным образом он начал выполнять вот эту повестку глубокого государства, вот этой трясиной, которую он обещал высушить. Ну, с этой техникой, которая должна была ему помочь это высушить, что-то случилось, она на капремонте придется подождать. Ребята, наверное, не в этой каденции Дональда Джей Трампа на случай, если он туда попадет. У меня есть некоторые сомнения, что у него получится получить 50 плюс и даже если он получит 50 плюс сейчас в воскресенье, там пару-тройку дней спустя, конечно, главное весомое слово, и мы это будем обсуждать даже более так, скажем так, с большей мегатонностью, после 16 декабря коллеги, электров, суперэлекторы 536 там человек, вот кто будет вашим будущим президентом. А то, что коллегия там уже под контролем глубокого государства и американский налогоплательщик там ничего сделать не может, кроме как материться и ругаться, не мне нам и вам рассказывать. Смотрите, я просто, если так упрощая, в принципе, это абсолютно другой взгляд, с другой стороны на все происходящее и на вот эти, скажем так, процессы, то, что мы переживаем сейчас на фронте и на такой шлейф проигрыша, когда все знаковые спикеры говорят, что на водне мы проигрываем, там и воюющие депутаты, как Костенко говорит, проигрываем, у россиян всего больше, и на карте мы видим продвижение и, собственно, ну вот такой нарратив вот он завязывается. Но если так разобраться, а ведь это же тоже пункт плана победы Зеленского. Давайте вместе будем недра разрабатывать. Но если как бы ваша версия, она жизнеспособна, рабочая и она сейчас реализовывается в эти дни, месяцы, то получается, что эти недра уже переделили. Ну, уже все понятно. И когда, собственно, мы возмущаемся и удивляемся, как так? Вот смотрите, Россия уничтожает города. Ведь, ну, большинство городов, которые, там, населенных пунктов, которые берет Россия, там перепахиное поле, там нет ничего. Так в этом и цель. Нет ничего, никто ничего не мешает. Разминировали кусочек, нашли, там, что надо выкачали, что надо подтянули, где, как, чего и, собственно, пользуйтесь. То есть нет вот этого народа, нет вот этих людей, потому что они сбежали или, там, погибли, или, собственно, или что-то еще произошло. Но ваша метафора, что на банковой нужно собирать чемоданы, меня заставляет вам задать другой вопрос. А куда? куда ехать? Знаете, гражданство какой страны дает самое большое количество безвизовых возможностей по всему миру? Кто является самым большим отличником в этом плане? То есть получаешь гражданство вот этого государства и рассекаешь по максимальному количеству мира без никаких дополнительных документов и оформлений. Объединенные Арабские Эмираты из 168 стран. Многие ожидали, что это Америка, что это какая-то там Британия или что-либо, объединенные Арабские Эмираты. Из 168 стран с этим паспортом ты можешь туда, сюда, как угодно, показывая вот это и все. Теперь, куда они собираются? Ну, честно говоря, это, конечно, дело личное, любовное, лирическое и эмоциональное, но... Нет, это уже общественное дело после такого исхода, которое вы смоделировали выше. Ну, я почему-то припоминаю, что меньше 6 месяцев назад, наверное, в интернете появились не просто фотографии двух яхт, одна из них 25 миллионов евро, другая из них 75, общей стоимости, естественно, получается 100 миллионов евро, но появились и документы, где было видно, что эти два братья, первые помощники президента, Владимира Александровича Зеленского, с фамилией Шифр, они приобрели вот эти прекрасности и таким образом они имеют какой-то план Б, потому что рассекая на такие яхты и что, ну, круглосветку, что пару лет, так, вообще-то, и пришвартовывается во всех этих 106-80 стран, на случай, если все они имеют доступ к какому-то морю, какой-то порт, не обязательно 168, 20, 30, 40 из шикарнейших они вообще-то в зоне доступа, и живя в эту, скажем так, подвижную пятизвездочную гостиницу со всеми уровнями сервиса, а что тебе надо, а что тебе больше надо, как вы думаете, вот с такими честно наворованными деньгами, трудовыми, с потом на челой, и с этими там камуфляжными формами вместо черно-белой там галстуки, там рубашки, и все остальное обычный там дресс-код, который вот с этим дресс-кодом, который чуть ли не только что я из ОКОПа, только что я из Дзота, только что я из Капонира пришел к вам мировым лидерам, поэтому простите мой внешний вид, простите мои кроссовки, простите, это не кроссовки, это, конечно, милитари, все там у него, и вот этот образ ему слепили британцы, причем, честно говоря, они попали в точку, они попали в точку, они, кстати, заботились его в спортивной форме, если заметили, Я видел кадры Владимира Александровича Зеленского, не только в «Слуга народу», ну, скажем так, до 19-го, 20-го, аж до 21-го, даже час 22-го года, но он был более таким, не таким накачанным. А как случилось с СВО, такое ощущение, что он нырнул прямо в спортзал, для того, чтобы с этими короткими рукавами постоянно изображать свою мышечную крепость, и чтобы у него, и дамочки там, Бурсула, фон дер Лайн, все остальные другие, так голодно на него смотрят, так жадно на него смотрят, вообще там, ну, он самоходный тестостерон такой для них. Вы, наверное, не в курсе или не отслеживали, в момент, ну, до президентства был очень интересный, такой популярный достаточно в украинском сегменте YouTube проект, назывался «За кубики», там, где Зеленский, актер, продюсер, успешный человек, знаменитость, с разными тренерами испытывал на себе разное, ну, имеется в виду от тайского бокса до какого-то кроссфита, до каких-то еще моментов. Поэтому, не знаю, если его британцы вели уже тогда, то тогда, возможно, вы правы. Они обязательно его вели, потому что я подозревал, что большая часть из направления не только сценария сериала «Слуга народа» 2017 года, но и сценарий проведения выборов 2019 года, которому был приурочен в качестве компании именно сериал «Слуга народа», ну, там чувствовалась, скажем так, сильно неместная и сильно более грамотная рука, направляющая. Я думаю, что он был не сильно против вообще-то накачаться, выглядеть более спортивно. Я думаю, что единственный человек, который был против всего этого, наверное, была Елена Зеленская, потому что слишком много другого, чужого, женского внимания стало клеиться к нему, и он, наверное, не мог очищаться от всего этого женского внимания. Но это лирика, здесь вопросы жизни и смерти десятки миллионов, или как минимум миллионов людей, или страданий как минимум миллионов людей. Поэтому этот план был действительно очень грамотно сформирован, и куда они полетят, можно об этом не переживать, они не станут абонентами социальной помощи. Я уверен, в нужный момент, в нужную часть, на нужный самолет не лично свой дипломатический борт, Британу американский, либо Амеру британский, дипломатический, может и военный борт даже будет, американский, для того, чтобы никто никого, флай-радары его не видели. Его переместят из точки А в точки Б, со всем остальным необходимым, и все остальное там его уже ждет, и там уже его ждет страна под названием Шеротония, или Хилтоневия. 5 плюс звездочек сервиса в любой точке мира, средства передвижения, массажи, как вы говорите, и все остальное. Не тайский бокс, а тайский массаж. Тайский массаж для него предпочтительный, я вам гарантирую. И все остальное именно так. Так что, по поводу таких руководителей, в том числе с кавычками, государств, которые довели свое государство до такой же точки, ну, история даже 20 века может подсказать очень многих примеров, причем под той же самой режиссурой, с тем же самым сценарием, ничего нового не придумано. Можно посмотреть и на Гаити, кстати, там тоже хороший пример. Это страна, которая все остальные около нее, имеют все естественные, скажем так, обстоятельства, которые позволяли бы им жить безбедной, можно сказать, зажиточной, даже богатой жизнью. А там буквально гуманитарная катастрофа, в которой есть проблема с едой, с жизнью смерти, с бандами, со всем остальным там специфическим букетом, который оставляют после себя, либо за себя вот эти бывшие колонизаторы. Какие бывшие, когда они неоколонизаторы? Ну, это вопрос уже терминологический. Поэтому, куда они поедут, ну, Александр, у них будут возможности шире и широ больше, чем наши с вами, поэтому я даже гадать не буду. Они поедут туда, куда им не запретят, а им не запретят, очень в многих дестинациях, где нам с вами, конечно, можем туда попасть, только на несколько часов, они могут на несколько месяцев туда попасть. Продолжение следует...